Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, PPO, непонятно, что тут происходит, но вроде бы снова начинают выше на закрытие G попечатать, оно крупные лоты ставит по бедам. Так, это опоздавшие котировки, то есть реальные котировки по PPO на данный момент 80, уже 62 на 63, 68 на 72. 63 на 64 на 68. Это уже история опоздания. Так, 73 на 74. 84 на 82 на 85. Так, вот сейчас 50 на 71. То есть тут что-то пытается развиться, может пойти тренд на закрытие, будем смотреть. Так, ABSFT от 26 все-таки оттолкнулся и ниже PPO прошелся. Виза, кстати, очень классно отошла от цены 195 долларов, но тоже импульсно. То есть, ну сегодня импульсы утренние, конечно, такие, достаточно жесткие. Так, стак под названием K, пока более или менее спокойный. Так, добавлю сюда еще. Вроде бы тут как-то их потихоньку пытаются с ними что-то сделать. 75 на 76 у PPO на данный момент. Так, не может она пройти выше. Продавец там все-таки еще остался. 66 на 70. 66 на 70. Кто? В CTSH нормально пошло? Ой, хорошо, как в CTSH свалилась. я тут мучаюсь с этой PPO дурноватой. Чувствую, что надо выходить отсюда, потому что тут все-таки этот apt-tick rule в сети сейч вообще, я смотрю, свалился, да. Так, вышел. Потому что это стрёмно. CTSH, ничего себе. Тоже за ним смотрел. А там откуда, от 90 ты его набирал? CTSH, красота, конечно. КОНЕЦ Так. КОНЕЦ 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 Так, пипю, 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 пипю все-таки ниже валится. Надо смотреть, так, 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 так. Так, акция кей, ну кей тут все-таки в пробое. Попроби идет. Попроби идет. Попроби. Так, надо что-то делать с этими глюками Потому что они меня немножко раздражают уже Эй, что тут такое? Не хватало еще сейчас этих отставания котировок на импульсном трейдинге Ну, есть Все Так CTSH, я смотрю тут, конечно, вообще целый подарок был Сколько она прошла? 2,5 поинта Так, надо сейчас аккуратненько День сегодня хороший, поэтому Надо что-то найти Интересное, что сегодня хорошо двигается Ух, Тесла Со своими спредами по полпоинта, конечно, весело она двигается А, понятно, она уже 2 отошла От 175 Вот он День интересный Так, ну Тесла это понятно Так, BSFT Что здесь будет? Наверх она особо идти не хочет Вниз тоже ППО пробило Так ППО тоже вроде бы как на месте стоит 34 аж позиция удала Так, смотрю также БСФТ Что там похожая ситуация Рынок ниже идет Эти стаки, они если выстраиваются Начинают идти в каком-то направлении Это, конечно, чудеса получаются Пока не могут их сдвинуть с места Так, стоп, иди сюда Пока 35 цену пройти не может Так, ну тут риск уже понятен Риск тут 51 БСФТ Тут, как ни странно, но тоже 51 стоп 52 поставлю Так, будет ли здесь начало движения Или не будет Так, еще 100 акций добавляю Вроде бы оффер начинает хвататься Начинают более-менее что-то делать толковое До сих пор не вручили еще одни 100 акций Какие-то скрытые цифры Так, виза к 195 подошла Та ну ты посмотри Как можно Так резко отпрыгивать Я вышел из позиции Это капец Стоп стоял, вышел из позиции Вручную При аптекруле на сквизе Это, конечно, уже Говорит о том, что Немного я не понимаю, что делаю Это ненормальная ситуация Только нужно сидеть Если уже тут более-менее Но как-то Продолжение следует... Так, BSFT Не совсем понимаю, что здесь Сейчас происходит Вот идет вроде бы PPO Здесь не совсем понимаю Все-таки аптекрул Ладно, еще 100 акций добавлю Стоп тоже поставлен 52 цента PPO, конечно, выпрыгнул Просто Немножко по-туповатому Выпрыгнул из трейда Столько в нем Денег оставил И когда уже начал Его ловить Уже, когда, можно сказать Там нормально уже сел Только позицию надо В объеме было развивать Вышел из трейда То есть это глупость была Притом Как-то так И риск был достаточно Небольшой для этой ситуации Тут потенциал просто Огромнейший у стака То есть так Спокойно может Неплохо Пройтись Чего-то я перепугался Ну, в принципе, оно Естественно Когда Три-четыре раза подряд По голове бьют То кажется, что И пятый ударят Так, ну Тут тоже вроде бы Начинается так хвататься Но Много бид Есть Вот он Да, отскакивает Пока не может Так ППО Достаточно Выстроено Так И Джен МГН Сетивай ВСАЙ ВСАЙ Интересная ситуация Тоже на пробой Вполне фигура Можно ее смотреть Так По 98 Посмотрим Что она будет делать Так Выбила и там По стопу Что ж тут Творится Сегодня такое Вообще ничего поймать Не могу Сегодня день Хороший Так Ну вот Пожалуйста Еще один красавец ППО Вот такую вот вещь Сделал Уже сидел Только позицию Развивай в объеме И Спокойно зарабатывай деньги Бред 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 Какой-то Происходит Так 97 Да Да С ППО я конечно Сегодня сделал Такую дурноватую ошибку На самом деле На самом деле Ее нельзя было делать Там нужно было зарабатывать деньги Уже рассел Как начинается здесь тоже Пытаются выбросить Субтитры Так, тут пока максимум вот этот вот 0,3. И на фигуре какая-то скрытая цифра. Так, все понял. По 11 я уже выходить отсюда буду. Так, снова взяли фигуру. Все, PPO уже 86 на 87 уходит. Там были все шансы набрать нормальную позицию и спокойно сидеть. Там тренд может быть просто сумасшедший. И BSFT тоже сквизом он выкинул, но там нечего жаловаться. Там сквиз был сумасшедший. И сейчас уже 25.12 трейдается. Тяжело поймать вот эти вот импульсы, конечно. Они утром во все стороны выбрасывают. Так, и здесь 50. Вроде бы рынок ниже идет, а свалиться не может. Бит ставят, его сгребают, но все равно не может нормально пройти. Будем смотреть. Виза очередной раз от 195 оттолкнулась. Что-то там есть. Ниже 90 не пускает VSI. Что-то непонятное такое происходит. 94, 95. Пробую поставить на добавление. Сегодня максимум 550 долларов. В этом рынке там 556 долларов. Максимум одна. Потому что вижу есть движение. Больше это уже будет глупость. Но до этой суммы максимум буду делать попытки. Потому что утром сам виноват по поводу того, что неосторожно. Даже на 100, на 200, на 300 акций можно нормально сейчас, оказывается, потерять. Все-таки нашел точки входа и не реализовал. Так, что тут творится в этом VSI? Это непонятная тенденция. Есть бид, есть оффер. Они начинают воевать. Есть бинда. Есть бинда. Есть бинда. Все равно ставят бид. Все равно ставят бид. То есть никуда он не уходит. Хорошо его распечатывают, но все равно покупатель тоже сильный. Не хотят так ниже спускать пока. Так, что там CORS? Ну CORS не ясно. ADT вчерашнее. Так, PPO. PPO под фигурой стоит. Кстати, стоит достаточно неплохо. Можно такие моменты тоже шортать, в принципе. Вполне возможно, шорт здесь пройдет. Я уже как-то с этой акцией немножко травмировался. Как-то мне психологически все тяжело заходить. Так, надо смотреть. Визу главное не упустить, если еще раз будет подходить. Так, CTSH понятно. EXR не ясно. EPD тоже не ясно. ADT не ясно. Вот PXD нормально тоже по 5 поинтов сток ходит. По 10. 220-210. Притом с самого открытия. Так, CTXS. ... ... ... Продолжение следует... ППО наверх вышло. Смотрю за BSFT, наблюдаю, что здесь будет. Тут вон 77 лотов стоит, их никак распечатать не могут. Да, такое сегодня интересное всё. Так, я тут 200 акций в лонг вошёл. Ух, разобрали. Всё-таки на шорты она хочет идти. А тут не пускают ниже 90 и всё, она сквизует ниже, вот на минутке видно, но никуда выше ниже не пускают. Так, BSFT отлично. Сейчас ещё и фигуру пробьёт. Готово. Так, виза от 196. И вниз ходит. Сегодня виза как-то интересная, волатильная. Так, и NDP. Плюс 11 поинтов. Так, что здесь происходит? Ох, нифига себе. А что это в VSI произошло? Что мне такой минус нарисовало? А, понятно. Меня закрыло в 44, 38 и 36. Это в VSI. Я понял. И она вернулась обратно в эту же цифру. Полпоинта сквиз. Это было весело. Да, сегодня день такой интересный. Может на рынке что-то будет действительно происходить сегодня однозначно. Какими сквизами туда-сюда ходить. Это было полная жесть, конечно. Сколько? В самом, в самом high выпустило. Ну, у меня, в принципе, по серваку стоп стоял. А не по этому. Надо было поездоту ставить. Ну, не думаю, что намного бы лучше. Тут в свечке было... Ну, хотя, нет, нормально. 83 тысячи объема было. Неплохой сквиз. Самое интересное, стак вернулся. 50-60 долларов планировал терять. Так, ППО снова вниз идет. Акция Кей. После долгих мучений тоже вниз проходит. Так, 2. Так, CTSA есть тут, наверное, лучше утренний move был на закрытие гэпа. Вот все остальное такое. Что самое интересное, это вот этот вот VSI. Я даже не думал, что здесь такое быть может. Там были, конечно, такие в первые минуты. Но уже после того, как оно расторгалось, такие базы показывать. А потом так выпускать. Резко и не очень, конечно, удачно по стопам. Вот этого ожидать я не мог, конечно, здесь. Иногда кажется, что стоп это враг. Но с другой стороны, стоп ставить тоже, не ставить тоже не вариант. Почему? Потому что может выпустить так, что потом. Может вообще не выпустить. Может тянуть вечность. Так, BSFT. Все-таки это сделал. Так, если... Так. Это о чем? Как? ENR. Посмотри, ENDP. Так, тут какая-то базочка такая интересная. Мне больше, конечно, на long смоется. Может на short прийти. ENDP. ENDP. ENDP, да. Так достаточно... Заманчиво оно смотрится. HIGH 33, 33, 34. То есть там до 35 стоп ордер. HIGH 33, 34. HIGH 33, 34. Как интересно. Ух, трейдается так весело. А сколько здесь... А, ну тут шкала такая, 3 поинта. HIGH 33, 34. HIGH 33, 34. блин, это копия я боюсь смотреть на это все я конечно включил BSFT она ступеньками с этим оптик рулом спускалась и сквиз тоже не сквиз, я не знаю что это было пробой, движение, как это можно назвать она только что сделала наверх 57 центов тоже потенциал конечно отлично их завтра, послезавтра BSFT и PPO они будут более уже не такие сумасшедшие завтра, послезавтра они могут нормально как люди ходить VSI в том числе VSI я не знаю конечно что это было но что-то было, вот оно происходит приблизительно то же самое дальше но только уже более так динамично, более спокойно BS откатывается может быть движение и на лонг конечно но как правило когда вот такие сквизы наверх идут, это в большей степени шартовика отсюда выбрасывает так виза себе идет так утром конечно с этими веселыми отставаниями по котировкам было очень весело очень весело сейчас одну секунду утром и утром и утром и утром и Продолжение следует... 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 После сквиза, в принципе, можно было и заходить, но обратно же не факт, что сразу и пойдет. Достаточно интересно. Так, очень интересно, конечно, CTSH поступил, но все-таки снова пытаются выносить именно оффер. До 40 откатились, и оффер может быть и лонг будет даже при таких ситуациях. Вижу, что бит достаточно сильно выстраивается. 53 пытаются здесь держать. Накция K, все никак не может пойти никуда. Да, первое движение было хорошее, но потом уже началось тут веселье. Так, 86 центов, это, конечно, весело. 39, 57, 39. Так, наблюдаю тут параллельно за VSI. И вообще, мне интересно, как сегодня стаки, вот все, которые смотрел, как они сегодня будут вести на протяжении дня. Потому что, если они будут себя вести непонятным способом и толком не выйдут, то на этом импульсы, на этот отчетный период они и закончатся. Потому что надо будет торговать через полчаса, максимум даже, ну как бы, по крайней мере, импульсы не торговать. Потому что признаки сегодня импульсов были все, а вот что они сделали, совершенно не ясно. Так, сеть SH. Снова интересный момент получается. Так, смотрю на акцию VSI и наблюдаю следующую ситуацию. Смотрите. На данный момент с 17 центов стак полетел на сколько? На 56. Так, все. С этим и разобрались. Тут весело было. Уверен, что тоже выпускало бы там достаточно весело. Вверсай, самое интересное, без всяких аптек рулов, без ничего. Фух, это просто ужас какой-то. Представьте, там не 100, не 300 акций, да, там не потерять там 300, там 400, а представьте, допустим, там 1000 акций. Правда, 1000 сюда еще надо умелицем быть набрать, но в принципе, при вот такой вот ситуации, спокойно, лимитами здесь набирается. Тем более, что направление сквизует в сторону именно вот эту по бедам. Достаточно было бы интересно. То есть, в объем я бы, конечно, не загрузил бы. Так, CTSH. Понятно, тут уже сквизы вниз пускает. И XR не ясно, и PD не ясно. Так, и DT. Корс. Непонятно. На PPO, PPO снова чего-то здесь выслеживает. Фух, VSI, это, конечно, капец. Но, в принципе, шорт высматривали. Вот она в шорт и пошла. На VSI, посмотри, сквиз. Вот так поднимается выше, смотри. Это тут 56. Нормально. Ладно, утром по полпоинту оно пускало, но вот сколько времени? В половину одиннадцатую. Это что? Могут по пять акций начать тревать. Так, ну тут бывают, конечно, такие ситуации. Самое интересное, VSI вернулась. Сейчас, вот уже 98 на 0,2. То есть, где здесь покупатель, где здесь продавец, и кто что здесь сделал, тут совершенно непонятно. Ох, весело как. Ох, весело как. Так, с этим ладно. Тут, понятно, акции сами по себе такие веселые. Тут, может быть, все что угодно на рынок списывать в целом не стоит. Надо посмотреть, что по портфелю вообще, в принципе, происходило. Надо уже делать какие-то выводы по рынку в целом. Так, ну тут ОСК без объема, но гэп пошло немножко закрывать. Так, Перджоу. Перджоу все-таки шорте здесь образовался с Нью Хай. Тоже здесь весело утром было. Но не так, как в других стаках. Так, 3 даби. Вот, кстати, интересный стак. Он больше для позиционной торговли подходит. Для такой более спокойной. Это сейчас такая вот консолидашка. Вполне спокойная акция может отсюда его вывалиться. Тут риски более или менее приемлемые. Так, Круз, Круз. Ну, Круз я не понимаю. Я, наверное, вообще его удалю с листа. Не надо за ним смотреть дальше. Так, так, так. Виза сейчас на интересной цене 196 долларов. Что здесь такое сети SX? Так, я не знаю. Так, и виза пытается пройти. Так, Роуз. Здесь не ясно. Вчерашний, кстати, вот левел, который держала по 60 долларов. Это, конечно, более такой спокойный стак. В этом плане отсюда она же и отскочила. Это хорошо, когда уровень предыдущего дня держит. Так, Джеймсиар. Джеймсиар вообще на дневке на лонг смотрю. Вполне возможно, сейчас, кстати, будет риск. Ну, тут немаленький центов. 25 на данный момент, то есть, если лимитом взять ближе к 80 центам, будет очень хорошо. Вполне может пойти Джеймсиар, потому что у него дневка. Интересно, и рынок тоже может пойти на закрытие. PRXL, блин, вот это оно. Вот стак держит уже сколько дней цену 45.00. Этот стак у меня однозначно стоял на отдельном чарте PRXL. И я выбрал поторговать импульсы. Ну, бывает такая ситуация. Ничего не поделаешь. Сейчас так спокойно полпоинта, как и вчера, может отработать. То есть, тоже обратите внимание. PRXL, думаю, что можно смотреть в ближайшие. В ближайшие дни можно его смотреть. Что-то здесь происходит интересное. КОНЕЦИар CTSS. Вот эта акция трендом идет очень даже неплохо. Это больше для свинг трейдинга такая акция больше интересна. Это, кстати, Citrix, через ту, которую конференцию проводим. Программку эта, она и есть. Так, где тут любимый PPO? Вот он смещает пытается здесь цифры смести 98. Это на завтра-послезавтра нужно смотреть эти стаки обязательно. Конечно, VSI. Это просто жесть. Вот эти вот сквизы. CTSH тоже классный сквиз. 33 центов. Но стаки дорогие сами по себе. Они, в принципе, могут такие вещи делать. А те, которые недорогие, я заметил, в последнее время ходят очень тяжело. Но вот единственное, что классно работает в тяжелый рынок, это искать стаки, которые держат левел, какую-то цену несколько дней. Вот эта ситуация, конечно, идеальна. Тут был бы идеальный трейд. Она тонковатая сама по себе. Много здесь брать не надо. Но, по сути, полпоинта здесь там 300 акций взял, забрал там полпоинта и уже хорошо. Вот PRXL здесь в данном случае тоже такой вот интересный момент, когда на дневке образовался уровень. Вот это лучше всего. Так, далее смотрим. PRXL прошла, UNP. Так, тут тоже какие-то базы сегодня акции рисовала. Непонятно. Так, TRW. Уже не знаю, что с ней делать. Я ее просто уголяю отсюда. Семь май. На закрытие ГПОСТАК хочет идти. Таких точных точек входа я здесь, в принципе, не вижу. стаки ходят, что я могу сказать. очень неплохо они ходят в плане волатильности, в плане, наверное, тоже вот таких вот ситуаций, как PRXL. Надо просто больше искать вот таких вот вещей, потому что тут у них, смотри, вот отбои неплохо сегодня работают. именно на акциях, которые не сегодня новость по ним вышли, а в предыдущие дни. Отбои работают очень неплохо. Рынок уже все-таки у нас скорее всего на шарты пойдет. Как-то он таки смотрится на шарты. Он достаточно агрессивный. Вчера вот тоже торговал, сидел в акции MW. Весь день сидел. И только под конец дня вот такая вот штука прошла. Я все равно перетащил стоп и вот такая вот штука произошла. То есть меня отсюда выбросило и потом уже пробило фигуру. Тоже такой не очень хороший момент был. Так. AOL. Это такое дело. Вот достаточно медленно стак отошел. Тут риски тоже высокие были. Могло и сквизануть и здесь очень неплохо. Но более-менее как-то вот плавненько она прошлась. Думал, что шорт конечно здесь больше будет, но отбой от фигуры произошел. Сквиз в принципе тоже были до 88 центов. Не полпоинта, но тоже были. так. 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 Сетевая Сетевая МГН непонятно ИГН непонятно БСФТ непонятно ПХД непонятно ППО Тут такое что-нибудь будет держать цифру. ЛО На Нью Хай находится, что с ним делать уже не знаю. Вроде бы объемчик есть, но ничего интересного. Вот так. ЙОЛП А тут я посмотрю цифру 70.00 ЙОЛП достаточно интересно. Я сейчас уже в большей степени смотрю, что завтра буду искать. Смотрю стаки с какими-то определенными цифрами. Так, СОХУ вниз проходит. Но тут до 60 долларов она будет интересная. Дальше непонятно. пипи-пи-пи-оу. Это уже явно какую-то базочку рисует. Похоже на контртренд? Да вроде бы как похоже. Утром ходить не захотела, может сейчас что-то толковое сделала. как правило наоборот такие стаки утром ходят, потом начинают вверх вниз ежи делать. так, CTSH никто в CTSH здесь не шортал, нет, не заходил сюда после уже сквиза. Наверное вряд ли кто-то после такого сквиза сюда заходил. Сегодня у нас отличники PPO, BSFT, VSI и CTSH по крайней мере хоть утром движение интересное было сколько оно провалилось. 89,70 87,47 это 2,40 очень неплохо. после после такого конечно лучше акцию не трогай, потому что стоп придется за сквиз ставить. Лучше такой стоп не ставить. Ну, имеется ввиду. Если ставить то уже там, лучше тогда уже не входить. так, visa 196 прошла. Так, 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 так. Ах. Ассети сайт. Это однозначно хорошее. Так, что там PPO рисует? Меня сейчас интересует. Хочу посмотреть, выйдет ли она с этой базы наверх или не выйдет. BMC. Думаешь, прижимать ее было, да? Ты зашел, да? Зайк. Хочу. Зайк. 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 Так, пипел, пипел. Пипел, пипел, пипел. Пипел весело. Ух, VMC действительно ашортез может быть. BSFT на закрытие? Я не знаю, куда его вообще трогать. Показывает, что вроде бы тоже базу рисует. Но вот пипел, тут как-то базу однозначно рисует. Притом однозначно неплохую. Минус там 7 поинтов стак может, конечно, отыграть. Рынок неопределенный уже идет выше. Стак стоит на месте. Вот это настораживает, конечно. Сегодня у нее первый день новости. Быть может быть не все, что угодно при такой ситуации. Любой может быть все, что угодно. Но сегодня особый день, потому что тут разные участники рынка. То есть неизвестно. Сейчас вступит еще один какой-нибудь паникер. Начнет продавать там 2 миллиона акций. Снова полетим вниз. Но достаточно плотненько. Вот я по поводу ППО. Очень интересно и достаточно плотненько. 97, 98. Но тут 94 надо стоп ставить. То есть где-то лимитом ее брать. Так, что там BSFT? Мне просто интересно. Как она позицию набирает? Позицию набирает она так, мягко сказать, мощненько. Что там происходит? Ты про VMC или про что? А, она уже начала валиться. А, какая у тебя средняя? Так, она вообще нормальная средняя. Вообще нормальная средняя. Старался. Я уже не дожил до вот этих стараний медленной торговли. Так. ППО не может никак пройти. Свинг акций HWAY. И тут, конечно, достаточно неплохо. Так, стакей. Что он тут рисует? Так, непонятно. Так, AGCO. Тоже был gap down. Уже непонятно, что она делает. Объем уже отсюда у вас слетел. Надо убирать такси. А я только что смотрел этот стак. Тут непонятно. Yelp. Ух, Yelp. 70 долларов, говорил, буду смотреть. Посмотрел. Уже 70.62. Вот тут на... Только поставил себе в портфель. Ну, на отдельный стак. На этот, на отдельный чарт не поставил. Поэтому втыкнул. Ну, по сути, я бы сделку не открывал бы. Потому что у меня, я же вверю, уже на сегодня патроны закончились. Ну, по крайней мере, я бы понаблюдал, как это все происходило. Происходило, я так смотрю по чарту, достаточно интересно. Пробой достаточно резкий был. Там сколько? 37. Все, все, все. Я понял. Откат до 0.9. И только после этого дальше пошло движение. Так. И W. Ух ты, какой кандидат интересный. Вот этот вот стак, он будет очень интересный. В ближайшие времена. Он, когда остановится, найдет свою, скажем так, стоимость нижнюю. Классно будет, если он там отстоится, а потом будет что-то делать. Там могут быть неплохие возвраты на лонги. Стак может неплохо посмотреть. Так, дальше. Ну, это больше, наверное, для овернайтов такие штуки подходят. Так. PRXL, понятно. Вот этот стак должен утром был быть. Что? Так, и W. Сколько? 60 копеек сквиз? Покажи. Покажи. А, ENDP. Это то, что мы смотрели. Ребята, смотрите следующую штуку. Уже на рынке расторгованном. Стак и ENDP. Тоже идет трендом. Да? Спокойненько. А вот сквиз. Так. Ну, тут как-то так надо задуматься. Не, ну, стопы не ставить, это вообще не вариант, как бы, потому что тогда в портфеле невозможно сидеть. То есть, вот на одной акции концентрироваться, это очень тяжело. Но уже в такое время при расторгованных ситуациях понятно, что новости, понятно, что гэп 12 поинтов, но все равно это очень жестко. Просто если по одному стаку, это одно дело. А тут как бы, в общем, надо смотреть портфель дальше. Так, UPS и FedEx, я так смотрю, они не уймутся. UPS, нет, она к 100 долларам подходит. Вот вчера были. В FedEx я тоже смотрю вначале вниз, свалился сейчас наверх, начинает идти. Вот он, красавец, PPO, смотрите. Вот он тоже здесь поторговался. И наверх выстрелил 37 центов. Сказал всем привет. На этот раз в лонг. И теперь снова у него, сколько, 19 на 12. И 2. О, пошло-поехало. Ну, Opticru штука веселая, конечно, поэтому тут удивляться ничему не стоит. Ну, да, конечно, весело. Да, конечно, весело. Так, а ты сидел в NDP сидел? В 30 выпустил, а то. Так оно быстро летело или так? Ну, посмотри, веса сейчас. Ничего не предвещало беды, посмотри. Разница в point. Нет, поосторожнее надо с этими штуками. Это, конечно, посмотри, как PPO уходит. Ты видишь? Мы сейчас сидим, честно сказать, вот смеемся над этим всем, потому что, ну, как бы, это, в принципе, не новое такое уже было. Думаю, еще и будет. Но сегодня как-то-то вообще все интересно. Так, 34 на 36. 25 на 30. Так, чем обусловлены такие? Так, менять стратегию, говорят, пора. Менять ничего не надо. Сегодня я по импульсам сегодня первый день торговал. Надо просто завтра их не торговать, вот и все. Так, чем обусловлены такие дикие сквизы, причем в стаках, где явно не маркетмейкеры родуют, а в тех, в которых много объема проходит. Так, покупатели сопротивляются продавцам, значит, готовят откат в скором. Ну, не знаю, как насчет отката, чего готовят, но могу сказать, что отчетный период, в принципе, идет. То есть, в основном сквизы, те, которые я видел, вот на данный момент, были полостакам, которые в большей степени имеют именно новости. То есть, у меня есть определенная как бы вещь, что если первый день там в отчетные периоды плохо стаки ходят, то их нужно торговать во второй, в третий. То есть, но перед этим, посмотрев, как они в предыдущий день, там на минутке, как они там всех выносили, как минимум уже подготовлены будешь и заранее до открытия рынка будешь понимать, будешь ли ты туда вообще заходить или нет. Другой момент по поводу, там, чего делать, да. Я сейчас на данный момент уже буду искать стаки на завтрашние дни. Вот, допустим, PRXL, он у меня, вот в приоритете будут стоять вот эти стаки. То есть, что значит приоритет? То есть, это не значит, что нельзя вообще торговать. Это сегодня всех напугали, всех посквизовали, завтра может все хорошо ходить на самом деле. Обусловлено это просто, вот поменялось немножко состояние рынка, да. И рынок немножко вниз показал стаки с гэпами по 7, по 6 поинтов PPO, BSFT, VSI плюс 5 поинтов, да. Это первый день новостей. По акциям, которые вот у меня портфельные, допустим, у меня там Yield, да, почему он на листе, а тут интересная цена 70 долларов. Вот она сегодня их проходила. То есть, можно было стак брать еще до этой цены. Лучше брать до этой цены, но это вот позиционный трейдинг. Сейчас все-таки отчетный период идет, поэтому я автоматически, хотя не совсем автоматически, в большей степени, наверное, сознательно иду торговать отчетные, вернее, ну да, отчетные компании, которые показывают гэпы большие. Сегодня посмотрел на это все и понял, что все-таки сейчас период проб, чтобы находить что-то, все-таки нужно сейчас уже начинать торговать снова позиционно. То есть, я это уже вижу, что отчетный период, ему тут уже осталась там неделя, и уже стаки как-то в большей степени начинают торговаться по более таким правилам. Лучше идут портфельные компании, которые имеют что-то на дневке интересное, чем те, которые выпускают новости в первый день. На второй день, вот завтра, послезавтра, конечно, их смотреть можно. По поводу Yelp. Вот подобные акции. Тут 70 долларов. По поводу PRXL. Это вообще самая стабильная стратегия, которую я только помню вообще. Это когда акция держит уровень, там, вот изо дня в день, там, одну цену какую-то держит. Допустим, как здесь 45. Акция гэпнула, все, от 45 она отталкивается. Много грузить не нужно, потому что утром однозначно сквизы будут их выбивать. Стоп ставится с запасом здесь, но объемом не грузится. Зато стакт имеет потенциал, приблизительно его можно просчитать, исходя из предыдущих дней. Это более понятно, это, в принципе, сделка, она, тут вход более позиционный, а выход уже больше по моменту, а можно и высиживать, можно часть позиции оставлять и высиживать. Вот потихоньку ППО отскочил, БСФТ отскочили они, но при этом все, они толком никуда не пошли. По рынку, скажем так, отыграли, но далеко они не ушли никуда. Так, что там с сумасшедшим этим стаком? НДП, НДП вот фигуру проходит. Тут тоже, вроде бы стак идет, да, сквизы просто капец. Фух, весело, конечно, 56, 0,0, 56, 0,1, ну, беды ставят, но их вообще разбирают, как, не знаю, что, просто легко. Фух, сняли. Фух, сняли. Закрыло, 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 не закрылся, закрыло. Ты меня аж вообще вот этот хай практически выпустил, вот по вот этому скизу. Зато посмотри сейчас в ВСАЙ, где он тут, иди сюда, вот он, смотри, сейчас на данный момент, ну, песня просто, да, такая вот консультация. Стремно заходить после таких скизов, и сюда, а на самом деле вот только сейчас она может нормально пойти. В этом и заключается рыночные все вот эти вот моменты, что психологически всех перепугают, только потом акция пойдет туда, куда надо. Но не всегда такое состояние рынка. Так что-то плывет наверх. Эйпл сегодня, смотри, не в духе BIDU. 153, 150, это непонятно. У нас таки валятся. Смотрите, ВСАЙ. Так, это ВИЗА, вот ВСАЙ. Ты, наверное, стоп не успел поставить. Ты вышел сразу же? По стопу. Фух. Я был в ВСАЙ, да. Творил историю, тут называется. Да фух, это жёсть просто какая-то, что такое? Так. 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 как раз подсказывает акцию FLR ой FLR неплохо действительно неплохо 7600 цена стоит потенциал есть стоп-97 вполне может входить я считаю в такую ситуацию на продолжение потенциал здесь 30-40-50 центов думаю не больше по крайней мере мне так кажется особо не так далеко и хай находится думаю что на сегодняшнем рынке не хватит сил у нее этот хай пробить ctsh полпоинта спустилась снова подошла к цифре да ну так тоже есть вероятность сквиза конечно так ладно не буду отвлекаться просмотрю дальше что есть еще но так IBM проходит внизы неужели будет вниз валиться сейчас кстати IBM посмотри всем пока на сегодняшнем рынке я хочу вам ППО сходило вверх 50 центов, пробило фигуру вниз. Так, ФЛР пока ничего не сделала, может быть он не сделает. Ладно, встретимся уже на онлайн трейдинге завтра. Посмотрим, что завтрашний день принесет. Посмотрим, что сегодня было интересное. Может быть завтра что-то другое попробуем. Эта неделя мне не понравилась. Вчера прибыль засветила, но я ее не забрал. Решил больше заработать, но получилось, что подушку отдал. А сегодня не то, что подушку не заработал. День почувствовал и попал в хорошие сквизы. Поэтому будем смотреть, что завтра. Импульсы однозначно, думаю, не стоят. Но есть идеи, они в принципе всегда есть. Будем пробовать. Хорошо, тогда до завтра. Завтра уже встретимся на онлайн трейдинге. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...